Всем привет, наши хорошие! С вами я, Селена Свэй и Дэнни! Дэнни Свэй! Он очень занят, разговаривает по телефону, очень важный звонок. А сегодня мы собираемся нарядить ёлку! Мы таки решили нарядить ёлку, да. И она приспокойненько стояла себе на балконе, вот в такой вот коробочке. И я говорю, Дэнни, будем наряжать ёлку? Да. Хорошо. Дэнни, будем заряжать ёлку? Будем заряжать. Заряжать. Я сказала заряжать? Наряжать! Наряжать! Ну, давай. Мы её решили поставить вот сюда. Сейчас я здесь протру, беру ноутбук, уберу вот это вот. И сюда будет ёлочка стоять. Правильно, всё вот здесь. Нет, это же не нож, зайчик, отрезай. Открывай вот так, да, вот так режь. Ну, всё? Вот тут ещё надо. Хоть и умелицем идёт. Так, смотри, а вот тут, вот тут ещё надо. Да. Помощник маме. А то маме не кайф ёлку наряжать. Будешь помогать. Отлично. Ой, наша белая вот здесь ещё давай. Молодец! Молодец! У-у-у! Ёлка! 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 Достаем нашу ёлочку. Ой, это у нас ещё мишуры тут куча осталась. С прошлого раза. Ты помнишь, у нас как будто снег лежал возле ёлочки. Тут три штуки у нас. Ёлка у нас полтора метра, по-моему. Или метр восемьдесят, не помню. Мишуры глянь, всё-ка. Ёлка! Красивая белая ёлка! Ты будешь расправлять? Давай! Иди сюда. Вот. Ёлка. Всё, встала ёлочка наша. Всё, я забежала. Не, не надо коробку ломать. Дэй, иди сюда. Иди, смотри, надо вот так делать веточки. Раз. Два. Иди с той стороны делай вот здесь. Иди вот сюда. И вот так надо делать. Давай. И каждую вот так распушивать. Давай. С этой стороны пускай веточки и вот так распушивай красиво. Раз. Два. Три. Вот так каждую распушивай. Опа. Опа. Давай вот здесь. Распушиваем. Распушиваем. Чтобы ёлка, чтобы у нас ёлка пушистая была. Красивая. Да? Красиво? А ты помнишь, что делала? Вообще настроения до последнего не было у меня ставить ёлку. Но так как Новый год, скорее всего, у меня будет очень много людей, друзей и родственников, я решила всё-таки нарядить ёлку. Но будет она у нас, наверное, минималистичная, потому что у меня что-то такое на душе. Хочется прям минимум-минимум сделать. Сейчас посмотрим. Будем импровизировать, как всегда, но мне кажется, будет что-то очень минималистичное. Смотри, какая ёлка. Да, звони. В общем, как видите, Денечки со мной нет. Денечка лежит там, что-то делает своё, играет, ходит на своей волне. Вот он мне говорил, наряди ёлку ради ребёнка. Вообще я считаю, что ничего в этом такого нет. Он у меня мальчик, и я не знаю, какие ребята, мужчины вообще так по-настоящему, которым по кайфу ёлку наряжают. Вот я даже сама считаю, что у меня где-то есть какой-то характер такой мужской. Я такая нацелена больше деньги зарабатывать, нежели что-то по дому делать. То есть я очень понимаю мужчин, которые вообще, ну это не их, как бы по дому что-либо делать, да. Но они зарабатывают деньги, как бы, и всё классно. Они приходят домой, хотят уюта. Я вот в этом смысле, я точно такая же. Я бы зарабатывала деньги, это то, что у меня получается хорошо, да. И неплохо, но можно лучше. И с удовольствием приходила бы домой, чтобы было всё чистенько, наготовлено. Дети обутые, одетые, сытые, понимаете. И ёлка уже стоит вот так вот. Вот мне никак заниматься этим вещам. Поэтому я думаю, что он мальчик. И вполне нормально, что ему, как бы, ну неинтересно. Ну, что-то он подошёл к этой ёлочке, давай наряжать. Ну, давай, наряжай. Вот я и наряжаю. Пока что я её распушаю, это тоже время. Окей. Помогать будешь, мать? Ты помогать маме будешь? День, ты маме помогать будешь вообще ёлку наряжать? Он играет в свои игры. Ты ёлку идёшь мне помогать наряжать? Это Мишура. Мишура. Другую. Давай вот эту. Мизинчик. Мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. Здесь не будешь играть. Я буду пытаться. Давай. Дай. Скажи. Мирись, мирись, мирись. Мирись, мирись, мирись. Больше не дерись. А если будешь драться, я буду... Круто. Давай. Аккуратненько. Осторожно. Давай. Нет, нет, нет. Вот дырочка наверху, смотри. Видишь дырочку? Держи. Давай, помогай маме. Ну, держи. Держи, держи. Встань. Ну, засовывай. Молодец. Вау. Какая она большая. И, Дэню, большой на столе. Да? А будем фонарики вешать? Какой? Фонарики будем вешать? Да. У меня есть ещё одна коробочка, которую надо открыть. И, возможно, здесь наши фонарики. На. Фонарики надо открыть. На, ножницы? Давай. Помогай мне. Становись на стулку. Какая ёлочка. Давай, открывай вот здесь. Давай, проверим. Помочь? Нет. Ух ты, смотри, что мы здесь открыли. Дэнни, оператор. Да. Вау. А ты снимаешь? Да. Ну, ты направляй сюда. Вау. Вау. Что это у нас тут? Смотри. Всякие снежинки. Батареи. Да. Смотри, сколько снежинок. И у нас даже есть, смотри, что у нас есть венок, который мы можем куда-нибудь повесить. Тебе нравится? Смотри, какой красивый венок. Конечно, конечно. Держи. Держи. А я посмотрю, что у нас тут есть ещё. Сокровища просто. Вот и наши гирлянды. Да давай. Какой-то цвет у нас здесь. Давай шарики, давай шарики не будем вешать. Что там, обезьянку нашёл? Давай шарики не будем вешать, Дэнни. Какой-то цвет у нас. Это должны быть цветные, сейчас проверим. Для этого нужно залезть под стол. Ой. Разноцветные. И можно включать разные. Это то, что нам надо. А кто это у нас тут ест ёлку? Мила, ну-ка, я тебе дам. Полюхай. Фу, что там пахнет? Вот. Что, не вкусное? Нет. Ухо. Что? Давай не поможем. Что-то невкусненькое. Места мало, но нам нужно нарядить вот здесь бантик. Конечно. Смотри, бантик сыграется с лампочками. Так, теперь нам нужно украсить нашу ёлочку. У неё прозрачные провода. Видно, не будет ли? Хорошо. Вот так мы прям по кругу крутим. Что? По кругу крутим. Хорошо. А ты его так закручиваешь? Да. Закручиваем. Помогаем. Вот так вот. Да, да. Вот так вот. Да. Получается. Мы будем учаться. Получается. Вот так вот. Вот так вот. Осторожно. Осторожно. Да. Вниз уже. Иди вниз. Ай. Вот сюда вниз. Смотри. Опа. Вот так. Вот так. Вот здесь уже у нас. Давай скорее, скорее. Поднимем наверх, да? Пошли. Давай быстрее. Ой. Так. Не упала. Куда у нас будет спускаться? За эту. Да что ж такое? Вау. Смотрите, как она светится красиво. Вот ничего не хочется даже добавлять. Но сейчас посмотрим. Честно, прям ничего не хочется добавлять. Очень все красиво. И я каждый раз, когда эту елку наряжаю, каждый раз думаю, какую классную елку я купила. Она очень пушистая, очень такая, ну, классная прям. Распушай и распушай вот эти веточки, и оно все пушистее и пушистее становится. Классная. Очень, видите, такая густая. Так, а еще у нас есть вот такой вот снег, который мы положим вот сюда. Снежок вокруг елочки. Скроем ножку. Куда Денечка будет вешать? Хотела без шариков, но хотя бы вот... Это мой. Та-дам! Нарядили елочку? Тебе нравится? Нася, беги. В общем, вот такая елочка у нас получилась. Вот так вот она светится. И у нее есть разные режимы. Все-таки мы решили оставить, да? Чуть-чуть минималистично вот этих вот шариков. А то совсем как-то скучновато. Еще поставила сюда вот эту коробочку из Экспресса. Нравится. Мне еще украсили мошерой синенькой. Здесь у нас будут свечи красивые, но и подарки. Так, а как она у нас умеет светиться? Смотри. Более статично. Она может быть красная, переходящая в зеленый и другие цвета. Может вообще сумасшедше мигать. Ой, вот красиво. Статично просто стоит и все. Вот так, да? Супер. А, еще и гаснет. Нет, так не люблю, когда гаснет. Люблю, когда не гаснет. Просто так горит. Красота. Камин. Все, теперь надо убрать все остальное, что у нас тут. Тебе нравится? Это мы с тобой сделали. Надо тут пораспушить еще чуть побольше. Вообще, такая у нас елка шикарная получилась. Ты рад? Дай-ка мне посмотреть. Посмотри. Какая красивая такая. А, еще смотрите, я решила золотистые звездочки вот здесь вот повесить. Тоже так симпатично смотрится. Еще я тут нашла новогоднюю нить. Три метра. И я думаю, может быть что-то придумать вот там сделать красивенькое. Сейчас открою ее, посмотрим. Короче, открыла я эту нить. Мерю ее и так и сяк. Короче, она только все портит. Так что я ее обратно верну. Еще я вот здесь на дверь повесила веночек. Его, оказывается, еще можно было распушить. Вот так я его распушила. Вот. Ну, висит вот так для красоты. Вообще, вот здесь, сюда не в комнате хочется красоты навести. Но я хочу здесь тоже купить длинную вот эту вот занавес. Красивую такую. Возможно, даже цветную. Вот. И ее сюда повесить. Но я не нашла еще, представляете? Ну, где-то здесь, чтобы не заказывать в интернете. И ждать там, пока придет она, я не знаю, 3-4 дня там. Сколько-то. Просто на месте. Просто на месте хочется купить. И все уже. И вот сюда повесить красиво. Так мне даже не 3 метра, наверное, надо. Раз, два, три. Хотя, может, 3 хватит. Можно было бы 5 метров взять, чтобы все светилось красиво. Еще я, на самом деле, как-то, знаете, собралась духом, да, нарядила эту елку. Она у нас прям до потолка почти получилась. Смотрите. Прям до потолка. Нарядила с духом эту елку. И, представляете, и просто вот закончила, все поубирала. И такая, чувствую, как у меня просто низ живота так тянет. Жуть какая-то. Еще себя сегодня так плохо чувствую, да, по-женски. И прям почувствовала это, как только нарядила елку. Пока я ее наряжала, вроде ничего не было. А как нарядила, думаю, ну все. Прям аж в ноги пошло. И я прям такая, не легла, а вот, потому что лечь некогда. Села такая. И думаю, боже, как хочется что-нибудь вкусненькое у вас есть. Как хочется все. Я себя в такие дни очень чувствую, знаете, как, ну, по-детски. Прям ребенком, который вот сейчас, вот сейчас точно ничего не может делать. Не хочет. Он болеет. Ну, как бы отчасти, да, я не болею. Понятно, что если что-то нужно сделать, ты забила на все это. Как бы забыла, забила и пошла делать, да. Но если есть возможность, то я всегда с удовольствием это делаю. Лягу. Такая немножко, знаете, как, жалею себя такая. Ой, все, сейчас ты можешь точно отдохнуть, полежать. Хочешь, включи сериал, какой ты хочешь, знаете, как. А что ты хочешь покушать? Хочешь, закажи себе что-нибудь вкусненькое. Я прям все балую. Я прям могу что-нибудь заказать такое. Но сейчас я не очень прям хочу есть. У меня вот я не голодная. Мне просто хочется что-нибудь вкусненькое пожевать. Я сейчас сделала заказ на доставке. Сейчас уже мне привезут молока. Мне прям очень хочется молоко, молоко, молоко пить. Молоко это же какой-то детский напиток тоже. С детства мы молоко пьем. И вот я как-то его люблю. Я его прям стаканом. Я уже сегодня три стакана молока выпила. Два с половиной процента беру и пью. Вот я его уже допила. Вот он. Я прям люблю. Я прям могу стакан залпом выпить. Съесть что-нибудь сладенькое, хочется пить, я прям стакан залпом вот такое выпила. И я заказала еще литр молока. Заказала из Польши какие-то крендельки в шоколаде попробовать. Деньки сок заказала. А, еще какие-то эти новые палочки там в белом шоколаде появились. Вот я их взяла на пробу, потому что не видела. И еще что-то взяла. Короче, сейчас принесут, я вам покажу. Вообще, знаете, каждый год он проходит вообще очень по-разному. Ощущения новогодние очень разные. Обычно, обычно, как-то да, вот у меня в начале, там, даже бывает в конце ноября, в начале декабря куча энтузиазма. Я там наряжаю елку, снимаю видео, у меня куча идей, как бы, да, новогодний, там, диайвай какой-нибудь сделать, там, приготовить что-то на Новый год. Ну, короче, все такое новогоднее, новогоднее, новогоднее. А сейчас уже, вот, прикиньте, уже 17 число, вот сейчас я, да, и я понимаю, что уже половина декабря прошло, мне просто вот елку вообще не кайф наряжать. Вот если бы не эта тема с елкой, когда все там, Новый год, давай, 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 как это так, ты елку ради ребенка не поставишь, там, и так далее, и так далее. Я больше ее оставлю, на самом деле, вы видели, он особо со мной ее не наряжал, там, это я его звала каждый раз, говорю, давай повесим, он, все, я повесила, он один шарик повесил, ну, то есть, без особого энтузиазма, то есть, что бы мы наряжали, что не наряжали, он не ходит вокруг этой елки, и подарков он там не ждет под елкой, вот. Ну, мне хочется просто даже и для взрослых, и для детей, я не знаю, надо будет собрать какие-то подарки, надо будет посчитать, сколько ко мне человек придет, и каждому подготовить подарок. Вот, и мне самой нравится просто какой-то антураж, ну, и, конечно, Денчике тоже будет подарок, он со всеми будет распаковывать подарки. Вот, еще что-то хотела сказать. А, об этом году, вот, как-то вообще, как никогда, это будет первое, наверное, новогоднее видео. А, нет, на втором канале у меня новогоднее видео в Ашане, я сняла стеллаж новогодний. Еще тоже у меня есть идея пойти в один магазин, меня уже попросили туда сходить, поэтому я обязательно пойду, и там что-то, по-моему, прикольненькое нас ждет. Вот, мигает, смотрю, лампочка такая, одна, одна такая, хочет вырубиться. А если одна вырубается, по-моему, они все вырубаются, да? Блин, она мигает прям. Она такая мигает, мигает, потом раз, такая погасла. Но остальные вроде горят. Все, погасло. Одна лампа перегорела. Так у меня уже эти, это гирлянды, кстати, которые вот здесь. Ее уже третий или четвертый год. Я их давно покупала. Вот. В общем, в ближайшее время, пока я ничего не собираюсь наряжать, кроме как вот Денькину комнату, вот эту вот хочу занавес приобрести. Я ее ищу. Вот. Я уже говорила там на втором канале, какую я хочу. Я хочу вот такую же занавес, только классно было бы, если бы она меняла цвета, и я могла бы выбрать, например, красным горит сегодня, да? Там, а завтра зеленым только. А послезавтра там только теплым. Потом только холодным, да? Такой нет, к сожалению. Такая мульти. Мульти занавес. Они вот такие есть, только холодные, либо теплые. Ну, либо, наверное, цветные. Ну, короче, я бы Деньки просто что-нибудь цветное взяла. Ну, посмотрим, в общем, что я найду. Обязательно во влоге я вам сниму. Вот. Ну, в общем, что, с наступающим Новым годом. В этом году предновогоднее настроение никакое, ну, в плане обычное. Пока что я вообще не чувствую Нового года. И я всегда, на самом деле, уже какой год, я вообще думаю, скорее бы этот Новый год прошел. Меня так раздражают эти ожидания, прям стараюсь их так отслеживать. Потому что я всегда от Нового года жду что-то невероятное, что-то вот-вот. Это же Новый год, волшебство. А волшебства не происходит каждый год. Ничего не происходит. Ну, да, салют бьют. Можно в любой момент взять и пойти побить салют и сам себе устроить праздник, если в этом чудо, да? Год, переход. И думаешь, блин, а когда? А вот сейчас? А вот сейчас 12. Бум, бум, бум. И с каждым этим бум вроде я внутри жду что-то. Что? Я не знаю даже откуда это. Это какой-то внутренний настрой, что ты вроде ждешь. А потом вот они пробумкали. И ты как бы в Новом году. А что изменилось? Ничего не изменилось. Что-то произошло? Ничего не произошло. А пока бумкало. Что-то произошло? Ничего не произошло. Ну и все теперь. Типа, что, Новый год живем? Ну вот, короче, вот так. И все время, и какой год. Но вот эти предновогодняя суета и все вот это такое обычно с какими-то большими ожиданиями. Что какой-то будет праздник, какое-то волшебство, какое-то чудо, что-то необыкновенное должно случиться. Короче, я уже, видимо, это все надоело мне. Мне просто хочется семимильными шагами идти к своим целям, а иногда какие-то праздники вот эти, они сбивают. Потому что после Нового года потом будут вот эти вот январские праздники. И обычно как бы там свои нюансы происходят, не очень, с которыми нужно считаться и что-то там придумывать, выдумывать. Ну, короче, такие дела. Ну, посмотрим, может быть, эта елочка по факту, стоя здесь, будет что-то создавать, на что-то намекать. Но во всяком случае на моем канале уже будет новогодний момент. Я буду снимать теперь вам видео все и на второй канал на фоне елочки. Денечка пьет йогурт, а мы идем спать сейчас, уже полдесятого пораньше сегодня. Смотрите, как красиво. Кстати, что-то в этом есть, когда оно тухнет и мигает, ну, медленно происходит все это. А елка, она на самом деле довольно-таки воздушная такая. И вот я думаю, скажите мне, пожалуйста, потому что я не пойму, мешают ли эти шарики здесь или нет. Мне хочется, чтобы она, знаете, как реально инопланетянка такая была, просто такая светится красиво. Видите, вот там мигает, вот лампочка вот здесь вот мигает. Сейчас зеленая, она потухла. Это, не знаю, вроде бы как хочется чего-то добавить, а может все-таки убрать вот эти вот шарики? Скажите, может они все-таки здесь лишние? Что скажете? Скажете убрать? Большинство будет за то, чтобы убрать. Я их уберу, возможно, потому что я не пойму, нравится мне с ними или нет. Реально вот как-то не пойму. Жду ваши комменты. Занавес эту люблю. Всем доброе утро. Вчера уже легли с Денькой, доставщик пришел. Я быстро взяла пакет, в холодильник убрала и все. И я уснула очень, потому что плохо себя чувствую как-то. Короче, вот что я взяла. Творобушки белые с ванилью. Это новиночка у них появилась. А вот это вот из Польши вкусняшка. Это крендельки такие в шоколаде. Хочу попробовать. Вот такое вот уже брали. Очень вкусное. Люблю. Вот это, знаешь, меренговая такая. Воздушное пирожное меренги. Вот. Я люблю пирожное меренговое. И вот просто отдельно могу тоже есть эти штуки. Ну и вот молочко взяла. Своё любимое. Сейчас буду кофе делать. Всё никак не доберусь до того, чтобы купить опять себе 10 штук своего молока. Своего. Ну, надо заказ делать в США. Она как-то из маката быстрее. Вот. И фруктоняня взяла. Будешь пить, солнышко? Денечка, да, чуть-чуть простыл, короче, у меня. У нас немножко насморк. Температура сегодня опять была. Пойдём искать. Кисть, я уже везде посмотрела часы. Мы с тобой уже везде поискали часы. Где ещё будем смотреть часы? Гречку покушаем. И пойдём часы искать тогда. Горобушки, смотрите, вот в таких отдельных упаковках. Их тут 4 штуки всего лишь получается. Вот так выглядит. Попробуем. Свежие, вкусные. Ладно, мои хорошие, мы только проснулись. Начинаются уже ремонтные работы. Я буду продолжать вам влог вести в отдельном влоговом видео. А это видео было посвящено просто украшению ёлочки. И вот, что на сегодняшний день у нас с украшением. Такой тематический влог. Поэтому я с вами прощаюсь до следующего видео. Постараюсь их делать чаще. Сейчас всё выглядело. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok